Чёрт, да в эту тачку нужно будет бухать ещё 10 миллионов, чтобы она хотя бы ездить начала. В машине главное не скорость, дед. Ты там помолчи, настолько, что конкретно наебали. И давайте посмотрим, за сколько она разгонится до 100 километров в час. Газуем! Итак, итак, я... Это бред. Добро пожаловать на солнечную рублёвку в КРМП. И сегодня я хочу, чтобы вы присели для начала. Потому что сегодня я обналичил свой счёт. Рикардо, который нам помогал с добычей нефти в деревне Карякино, наконец-то заплатил мне и дедушке деньги за эту добычу. Да, мы уже начали вкладывать деньги в строительство деревни Карякино. Собственно, построили в прошлый раз школу. Но нам нужны собственные деньги. Потому что что, нам вечно работать что ли? Нет. Ну и сегодня будем отдыхать. Каждый работающий бизнесмен должен заслуживать отдыха. Поэтому, пожалуйста, присядьте и посмотрите сумму, которую он мне выдал. Это, на минуточку, внимание, 45 миллионов рублей! Я просто охренел, когда он мне дал эту сумму. Это очень много, ребята. Это очень много. На такие деньги можно купить всё, что хочешь на этом сервере. Это очень-очень много. 99% людей никогда не увидят такую сумму в глаза. А вы, кстати говоря, сейчас видите. В общем, недавно на 11 сервере Радмирка РМП вышло обалденное обновление. Наша рублёвочка преобразилась. Смотрите, какая она стала красочная. А главное, добавили новые тачки. И сегодня я хочу купить самую дорогую тачку в этом новом обновлении. Вернее, самую необычную, наверное, но и одновременно дорогую тачку. Какую именно, вы уже, наверное, догадались. Но скоро увидите её своими глазами. Охрана меня ждёт здесь. Так, ты что там делаешь? Ты зачем ломаешь мои ворота, слышь? Эти ворота, между прочим, новенькие, стоят 10 миллионов рублей. Ну ладно, не 10 миллионов. Ну, 100 тысяч, наверное, они стоят. Так как их открыть? Вы что, из твоей зарплаты? Ты понял? Вау, ворота ломать он вздумал. Тут калитка есть в двух шагах от тебя. Зачем ты пытаешься через ворота пройти? Глупая охрана нанял каких-то, блин, качков, у которых извилин в голове. Нифига не. Дед, ну что? Мы получили первые серьёзные деньги с добычей нефти. Я ему ещё не говорил сумму, которую мы заработали. Хочешь узнать, сколько мы заработали? Мы заработали 45 миллионов, дед. Мы теперь самые настоящие хозяева своей жизни. Я никогда бы не представил, что буду иметь такую огромную сумму. Ты здесь, пожалуйста, не выпрашивай деньги у меня. Работай, наработай на свою зарплату. Если у меня будет покушение, и ты спасёшь мою жизнь, я заплачу тебе миллион. А пока просто выполняй свою работу, дружище. Ладно, всё, грузимся все в наш русский гелик. Кстати говоря, о русском гелике. Я ведь сегодня буду покупать новую машину, и когда у меня на счёте так много денег, русский гелик это уже как-то не мой уровень. Я ведь его покупал, когда приехал впервые в древнюю Карякино, чтобы ездить по кочкам. А теперь он мне абсолютно не нужен. Поэтому, ребята, я хочу разыграть его между вас. Все, кто играет на 11 сервере, присоединяйтесь к розыгрышу этого русского гелика. Если хотите, я ещё и автограф свой оставлю во все двери этой машины. Ну что, сына, говорят, что в автосаун завезли новые тачки. Прям под твой вкус. Не желаешь заглянуть туда? Дед, сейчас обязательно туда поедем. Дай мне, пожалуйста, рассказать про русский гелик немного. В общем, если хотите поучаствовать в розыгрыше этой шикарной машины специально от меня, русский гелик от Мистер Кея, то переходите по ссылочке в описании на мою страницу ВКонтакте, и там будет этот конкурс. Даю вам 5 дней. Делайте все условия, которые будут там перечислены. И обязательно, кстати, присоединяйтесь к игре на 11 сервере, если вы ещё здесь не играете. И не забудьте ввести при регистрации мой ник Роман Кей, а также мой промокод Мистер Кей маленькими буквами. За них вы получаете 100 тысяч рублей, которые помогут вам в первоначальном развитии, а также вы таким образом поддерживаете меня, поэтому обязательно их водите. Я буду вам крайне благодарен. Дед, а ты чё это на заднее сиденье садишься? Давай вперёд залезай. Дядя Кей, что такое? Примите в банду. Дружище, ты не по адресу пришёл. Мы не бандиты, мы бизнесмены. Я очень надеюсь, что машина, которой я себя приметил, будет поманёвреннее, потому что я не могу даже обогнать вот этот вот пикапчик передо мной. Слышь? Охрана! Охрана! Ваш клиент! И теперь разберитесь, простроите колёса этому пикапу. Чё у меня здесь подрезает, а? Ща моя охрана вынет и разберётся с тобой. Ты не что, самый умный? Хозяин своей жизни, да? Ты не на технопал, дружище. Итак, что же, мы подъезжаем к автосалону, и что я вообще собираюсь покупать? Вы сами понимаете, что мы теперь не бедные люди, нам нужна машина реально премиум класса. Максимально удобная, и чтобы она соответствовала нашему стилю. И, конечно же, я собираюсь купить вот такую вот офигенную девяточку. Лада Самара. Я не особо разбираюсь в машинах, ребят. Ну, разумеется, не собираюсь покупать Ладу Самару. Я собираюсь купить новый внедорожник от Роуз Ройс. Роуз Ройс Кулин, если говорить по-русски. Если говорить по-английски, это Каулин. Но мы будем называть его просто Кулин. Я пока не говорил деду о своих планах. Так, охрана! Чтобы никого не впускали в автосалон, пока я внутри, ясно? Да, шеф. Хорошо. Я бы, на самом деле, поинтересовался у деда, какую бы он машину себе хотел, учитывая, что у нас неограниченный бюджет. Дед, я хочу услышать твое предложение, что нам покупать в нашу семью. Я не понял, это кто здесь такой борзый приехал на своем BMW? Слышите, охрана! Не впускайте этого нищеброда на своем BMW, окей? Иван борзой. Посмотрим, какой ты борзой. Здравствуйте, уважаемые. Сэр, пожалуйста, идите в противном случае, чем ренем сила. Тише, тише, давай узнаем, что он хотел. Что вы хотели? Давайте, говорите, быстрее мы занятые люди. Поинтересоваться. Ладно, мы сюда приехали не для того, чтобы болтать. Дед сказал, что он тоже хочет этот Роуз Ройс. Это, в принципе, не удивительно. Это очень крутая тачка. Она будет продаваться на этом сервере всего лишь 2 месяца. И стоит она... Я даже не знаю, что она стоит. В реальной жизни она стоит как раз-таки 30 с лишним миллионов рублей. Я вообще с удовольствием бы купил себе Mercedes. Потому что Mercedes это моя мечта. Но на Mercedes, может быть, когда-нибудь я смогу себе позволить деньги. А вот на это, вот чудо за 35 миллионов рублей. Я в жизни деньги себе позволить не смогу. И, блин, мне так нравится дизайн этой машины. Посмотрите, как она солидно и премиально смотрится. А если она еще и ездит, то это просто будет мечта. Мечта любого уважаемого человека с деньгами. Давайте затестируем ее на тест-драйве. Машина за такую цену должна очень хорошо ездить. Очень хорошо себя чувствовать на дороге. Поэтому давайте начнем оценочку с салона. Здесь у нас премиальное дерево. Кожаные сиденья. В багажнике, наверное, что-то еще интересное есть. Мультимедийная система. Все в этом духе. Давайте ее разгоним. Ё-моё. Че ты так быстро едешь? Погоди, че ты так быстро едешь? Так. Я не знаю. На досотке разгоняется где-то за 4 секунды. Для премиального внедорожника это очень быстро. И едет она 200 км в час. Да, это не сравнится, на самом деле, с какими-то суперкарами. Но на эту тачку наверняка можно будет поставить дополнительный тюнинг. Я, правда, даже боюсь представиться, как будет стоить дополнительный тюнинг на эту машину. Но я однозначно ее покупаю. Я даже не буду ее до конца тестировать на тест-драйве. Посмотрим на нее уже в действительности. Дед, надеюсь, от инфаркта не помрет. И выберем для нее, наверное, соответствующий цвет. Золотой металлик. И теперь, когда вы будете играть на 11 серии, увидите, что минимум вас проскакивает на огромной скорости этот Rolls Royce. То вы сразу поймете. Да, это едет Мистер Кей. Ладно, не буду, не буду понтоваться. Я мне уже не терпится просто потратить на эту тачку свои деньги. Итак, вы только что потратили 35 миллионов рублей. Для меня это сейчас самая дорогая покупка, наверное, за всю мою историю игры на любом ролплей-проекте. И все это благодаря, ребята, нефти бизнесу. Нужно было просто попасть в нужное место в нужное время и начать качать нефть в деревне Корьякино. Не понял, это что за приора преградила мне путь? Эй, мужики, уберите эту приору, мне что, ее обходить, что ли? Давай, работай ножками, чтобы мне ничто не мешало в проходе к моему новому Rolls Royce. Блин, посмотрите, как он офигенно выглядит на этой парковке. У него еще и клиренс такой высокий. Смотрите, какая она высокая, она по высоте почти как наш русский гелик. Ну, почти, понятное дело, но, черт побери, это не машина, а мечта. Дед, тебе нравится? Все-таки специально для тебя покупал. Кто же на ней кататься будет, как не ты? Не то слово, бомба. Да, дед, ты прав, ты прав, это просто бомба. Так, а почему она заперта, а? Откройте мне машину. Я хочу присесть на заднее сиденье и посмотреть, как она сзади выглядит. Вот так вот через дверь сядем. Так, ну что? У меня должен быть теперь, получается, личный водитель, потому что на такой машине нужно передвигаться исключительно сзади. Это не та машина, которой должен управлять я. Но сегодня, сегодня именно я ей по рулю, потому что... Так, слышь, ты там свои задницы не протирай мне машину, а? Ты задницу сегодня вообще стирал свою и штаны? Все задницу сегодня свою стирали, потому что новенькая тачка, и не хотелось бы, чтобы ее загрязнил. Дед, вчера мыл. Ну, хорошо. Дед мыл, значит, все нормально. Блин, я не могу передать свое восхищение. Смотрите, сейчас еще закат, и ключ не вставлен. Как мне вставлен? Как мне вставить ключ в мою машину? Все, ключ в зажигании. Можем ехать. Блин, а что она такая медленная? Слышь? Она на тест-драйве была гораздо быстрее. Сейчас эта машина... Блин, ДТП попали. Сейчас эта машина не такая быстрая. Подождите, подождите, подождите. Что-то, что-то с этой машиной не так. Она на тест-драйве была гораздо быстрее. Меня где-то, ребята, обманули. Вот те она, вот те и криминальная Россия, друзья. На тест-драйве поездил на заряженном Роус-Ройсе, а сейчас катаюсь просто на какой-то медленной булочке. Черт, да в эту тачку нужно будет вбухать еще 10 миллионов, чтобы она хотя бы ездить начала. В машине главная не скорость, дед. Ты там помолчи. Настолько, что конкретно наебали. Ладно, направляемся в СТО. Я надеюсь, что после нее эта тачка сможет разогнаться. Владимир мне подсказал, что, может быть, мы заправлены неправильным бензином. И на самом деле это логично. Давайте на АЗ заедем. Шеф, в сервисе все посмотрит, не волнуйтесь. А стоило бы волноваться. Все-таки не Приору купили, а Роус-Рой за 35 миллионов. Заправил я ее новеньким, свеженьким бензином. Сейчас она, по логике вещей, должна разогнаться как следует. Нет, дело не в бензине. Тогда в этом случае нам поможет только СТО. Только я не знаю, где находится СТО в Арзамасе, поэтому, дед, давай прыгай за руль и вези эту ласточку к автомеханикам. Эх, че за фигня? Дед сел и машина сразу поехала. Че, дед, ты как это сделал? Я что, может, водитель плохой или что? Ха-ха-ха, черт, побери. Да этот Роус-Ройс и так нормально едет. Но в моих руках он че-то был медленный. Ох, как гонят-то по русским улицам. Аккуратно, не сбей. Не сбей, бомжей. Ох, черт, сбил кого-то там. Аж в забор улетел. Фу, дед, ну ты прям не жалеешь эту машинку, выжимаешь из нее все силы и все соки. Но я все равно не понимаю прикола, почему я на ней не мог нормально ездить. Ну ладно, разберемся сейчас, а главное ее протюнинговать. Автомеханик, обслужди. Окей. Так, ну что ж, давайте заезжать-то на автосервис. Итак, что мы можем сделать с этой машинкой? Давайте-ка посмотрим. Я впервые буду ее тюнинговать. А русский гелик я покупал уже за тюнингный, поэтому я не буду ей менять колеса. Колеса здесь офигенные. Что у нас по винилам? По винилам ничего. Выхлоп тоже поменять нельзя. Что можно поменять? Так, бампер. Блин, да здесь все стоковое. Здесь ничего нельзя протюнинговать. Она полностью без тюнинга. Могу только гидравлику поставить, но это будет извращение, ей-богу. Только если поменять ей цвет. Но, ребят, я даже не знаю, какой цвет вот на этом Роуз-Ройсе вам нравится. Мне так-то нравится желтый. И менять здесь просто-напросто нечего. Тачка не тюнется. Ты куда пытаешься угнать мою тачку, а? Ах, автомеханик. Охрана! Охрана! Тут автомеханик пытается мою тачку угнать. О, ну, вылезай из моей машины. Роуз-Ройс мой, не трогай. Охрана! Там автомеханик пытался мою тачку угнать. Стоило, блин, выехать на улице Криминальной России, у меня тачку отожали. Эй! Эй! Вывази из моей машины! А, ну, на пассажирку и сел. Штаны чистые. Я не думаю, что у автомеханика чистые штаны. Дай на чай. Блин, ты даже меня не обслуживал. Какой тебе чай, а? Короче, это был баг скорости. Именно из-за этого была тачка медленная. Но теперь мне ее подчинили. И меня сейчас отделяет от больших скоростей только вот этот вот светофор. Как только он сейчас сменится... Что, погазовать со мной хочешь? В гоночке, что ли, со мной хочешь поиграть, а? В гоночке со мной хочешь поиграть? Так, зеленый. Опа! Опа! Ха-ха-ха! Уделали этого чувака на Санчезе. Ладно. Эта тачка быстрая, но может стать еще быстрее. Еще один скутерист. Что, погазовать со мной хочешь, а? Давай, давай, посоревнуемся. У меня, правда, на право ехать. Ха-ха, тоже газует. Ой, блин, я штраф свомил на желтый и проехал. Ха-ха, черт. Ладно. Давайте ее ускорим еще сильнее. И съездим, поставим ускорение, которое я ставил на русский гелик. Господа, я вложил в эту машину 7, ну ладно, 6 миллионов рублей. Соверху. То есть, теперь эта тачка стоит 41 миллион рублей. И вы посмотрите. Ха-ха-ха, черт. Что я здесь делал? Там был офигенный красивый Роуз-Ройс. А теперь, под моим капотом, нагнетатель. А здесь решетка радиатора изменилась. А сзади? Блин, вы не представляете, что там сзади. Сзади теперь у меня огромная выхлопная труба трется по земле. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха, черт, это самый необычный Роуз-Ройс кулинг, который вы только можете видеть. Бомба, говорит дед. Наверное, наверное, кому-то, может быть, это покажется колхозным тюнингом. Но тачка теперь гораздо мощнее. И я предлагаю замерить ее на шоссе. Залезайте обратно. Сейчас замерим ее по пути на Рублевку. Итак, у нас впереди есть отличный прямой участок дороги. Как раз можно начать от этого тротуара. Я, счастливо, уже немного проехался и понял, что она стала гораздо быстрее. Я, когда ставил такие же ускорения на свой русский гелик, он почти никак не изменился. Эта тачка стала реально мощнее. Итак, погазуем. Лаунч старт. И давайте посмотрим, за сколько она разгонится до 100 км в час. Газуем. Итак, итак. Газуем. Это бред. Это какой-то бред. Блин, эта тачка быстрее Бугатти, что ли, получается? Быстрее Тесла и Родстер, что ли, получается? Чё? Так, давайте еще раз. Жесть, она так быстро ускоряется. Вы поглядите, как она несется. Она на тест дрове до 200 км в час еле-еле разгонялась. А сейчас... Господи, господи. Чуть не перевернул наш внедорожник. Но это должен быть внедорожник. Он должен нормально... Не обращайте внимания. Возможно, у кого-то сейчас слеза появилась на лице от такого управления нашим Роус Ройсом. Ну, ё-моё, это не тачка, а монстр. Давайте выйдем на нормальное шоссе по пути на Рублевку. И там уже посмотрим... Ну, это бред. Это просто жесть. Она, мне кажется, сможет разогнаться до 300 км в час. Это постараться. Давайте мы постараемся как раз-таки. Итак, 250. 250. 200. 260. Я понимаю, что есть четвертские тачки, которые могут так разгоняться до четвертских скоростей. Ну, нет. 270. Там получается разогнать. И здесь уже дорога заканчивается. Мы уже поворачиваем на Рублевку. Это просто пипец, ребят. Но она разгоняется за 2 или даже меньше, чем за 2 секунды до 100 км в час. Вот, кстати, здесь прямая дорога. Здесь мы как раз-таки и сможем её затестировать. Она бездорожная, как она будет себя чувствовать. О-о-о-о-о-о, мама не горюй. Ну, ладно. 270. Это её максимум. Это жесть. Мы ехали так быстро, что меня аж крашну. Нас всех крашну. Мы буквально отправились в обморок. Ха-ха. Эта тачка просто космос. Реально заслуживает нашего внимания. И реально очень круто, что её добавили на сервер. Потому что я как-то скептически к ней относился. Но теперь, когда она у нас есть, никакой гелик и никакой другой внедорожник с ней просто-напросто не сравнится. Ведь это Роуз-Ройс Кулин. Напишите в комментариях, если вы хотели бы иметь точно такую же машину. И обязательно участвуйте в розыгрыше русского гелика. Кому-то из вас он как раз таки и достанется. Поставьте свой зверский лайк. Присоединяйтесь к игре на 11 сервере Радмир РП. А у микрофона был Мистер Кей. Всем хорошего настроения. Удачи и пока. 200-260. Я понимаю, что есть четирские тачки, которые могут так разгоняться до четирских скоростей. Ну нет. 270. Там получается разогнать. И здесь уже дорога заканчивается. Мы уже поворачиваем на Рублевку. Это просто пипец, ребят. Но она разгоняется за 2 или даже меньше, чем за 2 секунды до 100 км в час. Вот, кстати, здесь прямая дорога. Здесь мы как раз таки и сможем её затестировать. А на бездорожье-то, как она будет себя чувствовать. У-у-у, мам не горюй. Ну ладно. 270. Это её максимум. Это жесть. Мы ехали так быстро, что меня аж крашнуло. Нас всех крашнуло. Мы буквально отправились в обморок. Ха-ха. Эта тачка просто космос. Реально заслуживает нашего внимания. И реально очень круто, что её добавили на сервер. Потому что я как-то скептически к ней относился. Но теперь, когда она у нас есть, никакой гелик, никакой другой внедорожник с ней просто-напросто не сравнится. Ведь это Роуз-Ройс Кулин. Напишите в комментариях, если вы хотели бы иметь точно такую же машину. И обязательно участвуйте в розыгрыше русского гелика. Кому-то из вас он как раз таки и достанется. Поставьте свой зверский лайк. Присоединяйтесь к игре на 11 сервере Радмир РП. А вам микрофон был Мистер Кей. Всем хорошего настроения. Удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok